всем привет на канале карманный ураган я дина мы продолжаем свой путь сантьяго сегодня прекраснейший солнечный день я надеюсь весь день будет такая погода и мы двигаемся туда сторону сантьяго де компостела итак мы покинули соту де луини прошли немножечко по лесу и дошли вот до такого указателя вот здесь камина раздваивается налево идет я так понимаю что это классический камина офисов он идет по горам по сложным переходам горном где мало альберги и так далее вот а можно идти через болотос надеюсь это не от слова болото дорога идет туда и она идет вдоль побережья мы конечно же выбираем болотос поэтому держим путь прямо мы прошли сквозь темный мрачный мокрый тоннель и теперь идем по деревушке вот с такими видами океан вот это домик и посмотрите какая большая тыква прямо огромная огромная тыква вон там еще обалдеть какие огромные испанцы конечно тоже такие любители чтоб все было четко красиво посмотрите как они стригут газон это просто дорога вдоль дома это не чей-то участок и газон пострижен как ковер уж не говоря о том как они стригут у себя на участках все идеально прямо поэтому я воображаю как испанец да или любой европеец в общем-то попадает в индию у него мгновенно случается культурный шок ему кажется что все грязно что все воняет что очень шумно что все вообще какой-то кипиш полный происходит и у него взрываются мозг и вот опять камина нас вывел из уютной деревеньки вот на такую дорогу и вообще после хихона наверное чаще дороги вот такие вот какие-то лесные гравики и так далее асфальта меньше вот но это не значит что нужно надевать трекинговые ботинки и херачить по жаре с плотными вонючими ногами вот я иду во всяких сандалиях и мне прекрасно так кажется впереди ручеек надо осторожно вступать по камням а иначе мои видео грозят накрыться если я уроню телефон в воду все пройдено вообще путешествие по сантьяго норд ты чувствуешь себя таким хоббитцом бильбо бэггинсом и поэтому я всем рекомендую перед тем как идти этот путь посмотреть хоббита властелин колец или прочитать и еще обязательно прочитать дневник мага палка или книга которая рассказывает про путь сантьяго мы вышли из леса поднялись в вечериную деревню вот она и здесь нас встречает вот такой вот алтарик где стоит сантьяго и кто-то видимо ему подношение кладет здесь цветы яблоки и вот тут скамеечка где можно передохнуть а вот такой бы велик я бы угнала очень симпатично опа а там еще короче стоит да прям мой вариант но эта деревня тоже очередной хоббитончик здесь вот такие домишки уютные все с табличками чьи это дома а вон еще очередной велосипедик стоит голубой испанцы вот любят все украшать все в цветах чтобы все так вот уютно стрижены газончики ну как-то слишком идеально еще один велосипед ну прям выбирай любой да что творится ты прям какая деревня велосипедов велосипедистов а вот он и памятник избушки на курьих ножках очередной макет типичной постройки провинции астурии только в таком мини варианте так все честное слово это последний велосипед который я снимаю в этой деревне а то что-то их слишком много развелось это я так часто буду останавливаться приду только к вечеру но мимо этого я же не могу пройти это же такая милота посмотрите только а ведь были еще велосипеды но я же обещала не показывать поэтому все опять мы зашли в лес вот в такой этот отрезок пути он то деревнями ведет уютными маленькими деревушками то спускается вот в такой лесок и там иногда спуск иногда подъем нередко нужно перепрыгивать через ручьи всякие в общем такая интересная дорога прекраснейшее место для привала в тени деревьев мы только что с видом на море пообедали а потом набежала толпа фрицев надо быстро отсюда ахтунг нахтунг а тем временем мы заходим в деревушку санта марина и прошли уже половина сегодняшнего пути около десяти километров и еще десять нам остается у нас опять очередная уютная деревня там вдали океан и конечно ходить здесь одно удовольствие смотреть вот эти все интересные домики симпатичные зеленые лужайки коровки пасутся а слева все время горы сейчас камина снова уводит нас с асфальта вот в такую дорогу лесную здесь все хвойно эвкалиптовые смешанный лес и невероятный запах здесь пересекаются холодные дуновения ветра с моря свежего морского бриза и какие-то теплые потоки воздуха которые несут вот этот воздух и ты чувствуешь себя как будто ты в такой бане у тебя легкий дышит полной груди прямо насыщаются вообще замечательно сейчас пойдем дышать помимо эвкалиптов тут еще и заросли бамбука через который нам приходится перешагивать потому что вот тут кто-то повалил деревья может быть это они злостные вандалы а сейчас мы буквально 10 метров свернули с тропы по указателю фуэнте лапераль и пришли к вот такому родничку чтобы пополнить запасы питьевой воды а вот мы снова выбрались из леса и поднялись в деревню болото или болота не знаю как правильно но в любом случае к счастью болот здесь нет кажется у нас вынужденная остановка мы не можем пройти мимо зрелого жира и так друзья посмотрите куда ведет нас стрелочка и что мы видим справа выбор сюда или сюда ну конечно же мы пойдем туда сегодня 26 сентября стоит дикая жара за все это время мы идем уже почти две недели по пути сантьяго за все это время дождь был пару раз и это был такой легкий летний дождик что мы шли в шортах и в сандалиях поэтому друзья не ходите камина летом камину норте даже несмотря на то что он норте идите в сентябре иначе вы просто сдохните от жары вот нам сейчас очень хочется купаться что мы наверное сделаем купаться конечно же здесь не вариант потому что очень-очень буйный океан сильные волны бьются оскалы зато вот некоторые паломники хорошо устроились загорать после прекрасного океана нас снова ждал вот такой вот горно-лесной подъем вверх хорошо что длился он недолго и мы снова выходим в очередную деревню предпоследнюю уже перед нашей точкой бей сегодняшнего дня а тем временем мы чуть-чуть схитрожопили и пошли не по лесным вот этим вот тропкам сырым по камням со спусками подъемами а пошли камину до сантьяго по велосипедному маршруту то есть по асфальту и таким образом мы конечно не срезали но по крайней мере мы идем по сухому асфальту и без всяких там резких перепадов высоты судя потому что я прямо сейчас вижу туриков на другой стороне схитрожопили не только мы одни вот оно то место где соединяются две дороги велосипедная и пешая вот то есть видите вот она эта тропа вот знак уже сюда переходит в асфальтовую то есть если бы мы пошли там по лесам по горам то все бы вот эти вот перевалы там по грязи потому что сейчас там влажно сыра недавно видим дожди были вот мы бы сейчас там мудохались простите за выражение там и чуть-чуть обход дали такой да вот он такой обход по ущелью но по ровной асфальтовой дороге ну а теперь мы уже идем так как идут все ну что друзья добрались мы наконец до этого городишки когда веба когда вебе когда короче вот такой вот здесь частный каза перегрена кови петок частные альберги приваду стоит 10 евро человека сюда включен завтрак здесь очень-очень уютненько альберги маленький такая вот кухонька небольшая душ он сейчас занят и здесь комната 1 на 4 кровати и вот здесь еще 1 на 4 кровати а мы успели занять шикарные апартаменты такие на двоих 10 евро человека это стоит здесь также есть вай-фай но здесь нельзя готовить точнее готовить то можно только в микроволновке или что-то такое я имею ввиду что здесь нет газа вот кухонными принадлежностями холодильником этим всем пользоваться можно чайником вот здесь не сварить макарон например но это в принципе не обязательно а еще кстати здесь в общем пользовании винишко и это достаточно частая практика что в альберге можно пить винишко ну то есть хозяева угощают то есть обычно это входит там в завтрак в обид в ужин где как а здесь просто вот она стоит и не хочу а еще в этом альберги есть вот такая чудесная комнатка смотрите какая прелесть здесь есть столик бокалы книги вот такая вот карта каминус в сантьяго всякие прикольные штучки вообще супер есть здесь еще и один муниципальные альберги буквально 400 метров вот надо пройти туда вот немножечко туда пройти там стоит 6 евро с человека но нам тоже нет кухни но там еще и нет вай-фая вот ну мы так посчитали что лучше здесь потому что здесь во-первых мало мест ну там правда тоже мало но здесь как-то поуютнее мы выбираем все-таки для стоянки уютные места чтобы нам было комфортно чтобы нам нравилось ну что думаю что на сегодня все отчет по этому дню закончен если есть какие-то вопросы пишите их в комментариях поставьте лайк этому видео если оно вам понравилось подписывайтесь на мой канал там очень много интересного про путешествия и не только и до новых встреч пока пока